Люди, которые знали об убийстве до того, как убили кого-то. Какие странные вещи вы не заметили в то время? Был знаком с одним убийцей и изредка даже с ним общался, но особо странного я за ним ничего не замечал. Он был младшим братом моего друга. С виду он казался немного раздолбаем, который полностью забил на свою жизнь. От общих знакомых я слышал пару раз, что он был наркоманом, но никаких предупреждающих признаков того, что он способен совершить убийство, за ним не было замечено. Последние воспоминания, связанные с этим человеком, это то, как я боролся с ним за последний свободный диван, на котором можно было переночевать после окончания домашней вечеринки. Позже я узнал, что он и один из его друзей ворвались в дом пожилой пары, перерезали им горло и сожгли их дом, чтобы попытаться скрыть это. И все для того, чтобы украсть их сейф, потому что они думали, что в нем куча наличных. Их поймали через неделю. Самое худшее в этой истории то, что это все произошло в маленьком городке в Вермонте. Здесь все знают друг друга. Самое интересное, что в детстве они играли в бассейне этой пожилой пары летом. Так чертовски бессмысленно. Я также из маленького городка, и у меня есть похожая история, о которой узнал весь городок. Два мальчика перерезали горло своей приемной маме за то, что она не отдала им свою машину. Один чувак считал себя собственником своей девушки и ревновал ее ко всем. В конце концов он задушил ее, бросил тело в багажник ее машины, поехал в оживленный продуктовый магазин и припарковал его. Потом он сбежал из города. В итоге его поймали в мотеле в нескольких округах и копы узнали его местоположение по GPS-навигатору его телефона. Ничего странного не замечала за этим парнем. Эбба сказала вам, что он был действительно одним из самых милых и добрых парней, которых я когда-либо встречала. Он был постоянным клиентом в заведении, где моя подруга, назовем ее Синди, работала барменом. Он всегда был милым, дружелюбным, веселым, по-настоящему хорошим парнем. Когда мы с мужем приходили к Синди на работу, он болтал с нами, как со старыми друзьями. Очевидно, он был немного влюблен в Синди, но она уже состояла в отношениях, у нее был маленький ребенок и он уважал это. Он никогда даже не приставал к ней. Было много ночей, когда он оставался допоздна, чтобы помочь ей прибраться, вынести мусор, потаскать бочонки с выпивкой. Иногда они ходили в бар после работы с несколькими другими людьми. За несколько лет они довольно хорошо узнали друг друга, или мы так думали. Однажды вечером Синди была в баре и выпила слишком много, так что не могла везти машину. Он предложил отвезти ее домой, а Синди не отказалась. Ее тело нашли на следующий день. Она была жестоко изнасилована и изуродована множеством предметов, а затем задушена до смерти. Очевидно, он пользовался с ее телом почти до рассвета. Не зная, что с ней делать, он решил вернуться в бар. Он выбросил ее тело на задние аллеи рядом с мусорным контейнером. В суде выяснилось, что у него была история насилия над женщинами, без убийств, но с несколькими нападениями. Мы все были потрясены. Он получил пожизненное. Один мужчина в моем городе убил свою жену, когда она начала бракоразводный процесс. А затем своего соседа, когда этот сосед был обеспокоен тем, что не видел жену в течение нескольких недель. Он похоронил их в неглубоких могилах на своей территории. И они были найдены парой туристов, проходивших через территорию. Я был подростком, когда это случилось, но этот мужчина дружил с моими родителями, особенно с моим отцом. Я помню его как в целом хорошего человека. Отец сказал, что этого мужчину хорошо любили. Он был очень мил, участвовал в жизни города, но со временем он стал странным. Мой отец говорит, что по его мнению парень начал сильно пить. Ни для кого не было секретом, что у них в отношениях начались серьезные проблемы. Поэтому жена решила подать на развод. Мой отец также рассказал мне, что в промежуток времени между тем, как парень убил свою жену, и тем, когда его поймали, он видел его несколько раз и сказал, что он казался действительно счастливым. И это показалось моему отцу довольно странным, потому что жена этого мужчины уходила от него и весь город знал об этом. Это был настоящий шок для города. Никто бы не сказал, что он способен убить не только свою жену, но и второго человека. Я работал с Эдвардом Полом Моррисом, вплоть до того момента, когда он убил свою беременную жену и детей. Не могу сказать, что я за ним замечал какие-то странности. Внешне он казался вежливым, дружелюбным парнем, хотя и немного неуклюжим. Он разговаривал со мной почти всегда, жалуясь на свою жену и стресс дома. Он относился к этому как болтовне, но было ясно, что он не может перестать думать об этом. Когда мы с нашим общим коллегой вместе приехали в арендуемый дом, он предложил прийти подстричь газон. Он иногда подрабатывал на стороне, чтобы заработать немного денег. У нас еще не было занавесок, и я был в своей новой спальне, убирая одежду, когда понял, что он снаружи. Этот момент выглядел примерно следующим образом. Газонокосилка работает, а он просто стоит и смотрит на меня через окно. Напугал меня до чертиков. Я работал с одним парнем, и в один момент он превратился в абсолютно другого человека и казался расстроенным. Он женился молодым и боялся, что его жена, которая рассталась с ним, начнет встречаться с его бывшим лучшим другом. Я сказал, это тяжело, жаль это слышать, ты ведь еще молод. Сразу же после моих слов он сделал напряженный взгляд и сказал, что убьет их. Я сказал ему, что не стоит так говорить и отмахнулся от него. Мне показалось, что этими словами он выпустил накопившийся пар, и после этого он должен будет успокоиться. Но я был удивлен, с какой злостью он это сказал, так как в моих глазах он всегда был очень спокойным парнем. Тем не менее, я почувствовал это настолько странным, что удалился от него. Шесть месяцев спустя он пришел в свою старую квартиру в шесть утра, где в постели лежали его бывшая девушка и друг. Он вошел в их спальню, поставил их на колени и выстрелил каждому в голову. Затем он приставил пистолет к своей голове и выстрелил. Девушка вздрогнула от выстрела и выжила после выстрела в голову. Однако ее новому парню повезло меньше, и он умер. Я всегда думаю, об этом случае могли как-то повлиять на его предотвращение. Жаль, что вы часто думаете об этом, но никогда не чувствуете себя виноватым. Никто ничего не смог бы с этим сделать, если бы только за ним следили днем и ночью в течение шести месяцев. Но кому это надо? Полицейские бы ничего не смогли бы ему сделать. Лишь выписали бы предупреждение, что он не может произносить угрозы. Ничего бы не изменилось. Как бы странно это ни звучало, но при попадании пули в голову выживаемость, как ни странно, очень высока. Череп довольно крепкий и очень округлый. Любой угол от плохого прицеливания до вздрагивания жертвы в момент выстрела резко увеличивает вероятность того, что пуля пройдет вдоль черепа, а не насквозь. По той же причине у танков угловатые башни и части корпуса. Чтобы побудить попадающие в него снаряды идти по пути наименьшего сопротивления. Когда я был подростком, болтающимся на парковке, ко мне подошел пьяный парень постарше и совершенно неожиданно сорвал с моего лица очки. После этого попытался подраться со мной. Я ударил его головой в нос и храбро убежал. Я слышал, что пару лет спустя он зарезал кого-то в похожем инциденте. Полагаю, что стычка со мной помогла ему отточить свое мастерство. Первое правило любого грамотного занятия по самообороне. Беги. Вы поступили правильно и могу сказать, что благодаря этому вы и остались живы. Как человек, имеющий многолетний опыт занятий различными боевыми искусствами, я полностью согласен с вами. Я чувствую себя уверенно только если участвую в честном бою, к примеру, на каких-нибудь соревнованиях. Однако уличные бои не являются честными, так как никто не может быть уверен, если у вашего противника нож в кармане или собирается ли он разбить бутылку о вашу голову. Поэтому лучше не стоит рисковать. К тому же внезапно могут появиться один или несколько друзей вашего противника и напасть на вас сзади. В фильмах и играх кажется, что бороться с несколькими противниками очень легко. Но на самом деле, если их больше одного, ваши шансы значительно меньше. В средней школе у нас был учитель на замену, который совершил убийство своей жены, когда у нее обнаружили рак. Оглядываясь назад, он выглядел очень подавленным каждый раз, когда я его видел, но в остальном был очень добрым. Похожая история произошла и в моем городе. Муж и жена заключили договор, что если один из них смертельно заболеет, они убьют себя вместе со своей собакой. Изменено. Они использовали пистолет, моя мама слышала три выстрела. Мы жили чуть дальше по улице, поэтому полиция приходила к нам за показаниями. А на этом все. Если видео вам понравилось, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А также в описании я оставлю ссылку на телеграм-канал, где я публикую еще больше контента, переведенного на русский язык специально для вас. А также, если не сложно, оставьте комментарий более чем из четырех слов. Это очень поможет продвижению данного ролика в рекомендации. Большое спасибо и всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok